Как утешать близких, как правильно молиться страдающих психическими отклонениями? Какую помощь им можно оказать? Как успокоить близкого человека при нервном приступе? Истерика, паника, тревожность и так далее. Доводилось вам успокаивать? У меня были случаи, я молился именно вот когда у человека были эпилепистические припадки. Я возлагал руки и человек это прекращалось. Просто даже ничего не говорили, просто возлагал руки. Я молился, человек упал, я возложил руку, я молился и сгонял просто. Приступ очень быстро прекратился и человек приходил сюда. Я верю, что в первую очередь это молитва. Когда человек в таком сознании, если есть возможность молиться, возложить руку, молиться просто чтобы ушел этот дух, это в первую очередь. И второй момент добавлю, конечно нужно истину, ложь заменить на истину. Нужно человеку, если у него страх говорить, что Бог любит, Бог с ним, что он отец, что он не оставит, что он не проведет. Вот эти семена веры, может быть, чтобы человеку включать, слушать проповеди о вере. Аминь, аминь, аминь. Драгоценное это очень-очень важный ответ. Кстати, очень хорошо включать музыку прославления. Абсолютно. Потому что вот мы знаем, да, вот Саул играли и дух уходил. Аминь. Включайте музыку победы, музыку хвалы, музыку прославления. Дочь Еву, чтоб ушел страх темноты. Соседи громыхают каждый вечер после десяти. Специально в тяжелые обуви, несколько лет начинают топотать. Я хочу сказать вот за темноту. Это опять же, такие вещи приходят обычно из детства, когда ребенок может пережил, вот кто-то испугал. Просто можно сказать слово там какое-то вот, ну вот о темноте, что это плохо. И знаете, мысль она приходит на подсознание. Человек не всегда даже, ну вот, он может не помнить даже, что было в детстве, но вот эта мысль, она, ну как бы, поселяется в нем, это может происходить автоматически. Поэтому, опять же, истина, да. Почему страх? Откуда страх? Может быть, действительно молиться, чтобы Бог показал, откуда это пришло? И ложь заменить на истину. Аминь, аминь, аминь. Это очень-очень важно. Это принципиально важно, потому что Слово Бога, притчи, 4 глава, 20-22 стих, потому что Бог говорит, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо свое. Каким словам? Как раз вот та истина. Кто для тебя Господь? Господь тебя любит. 138-й псалом, Он никогда не оставляет тебя, Он окружает тебя, ты никуда не можешь уйти от Него. Драгоценный. Возьмите послание к Ефесянам. Третья глава, то, что упоминал пастор Ариэль. С 16-й, 17-й, 18-й, 19-й стихи, 20-й стихи, все послание. Чтобы вы были укоренены в любви, чтобы мир Божий был в вас, был с вами. Берите для себя Еремия, 29-я глава, 11-й стих. Это слово о планах, что Бог имеет для вас намерение на добро, а не на зло. И Он осуществляет эти намерения. Он знает, как вас прокормить, Он знает, как вас исцелить, Он знает, как поддерживать вас, потому что Он это уже приготовил. И ваша вера, основанная на Слове Божьем, на молитве, она должна принести это, реализовать сейчас ваше сердце, потому что Бог ждёт, когда вы протянете эту веру. Пока вы не утвердились в Слове, вы как будто протягиваете руку и ещё не схватив, как бы забираете, вот вы колеблитесь. Но Бог желает для вас крепкого утверждения. Михаил, последнее слово у нас, буквально минуты осталось. Амин, я хочу вернуться к тому вопросу, как поддерживать, помогать людям, которые находятся в депрессии или в стрессовом состоянии дома. Я думаю, если речь идёт о людях, которые живут с неверующими в одной квартире, в одном доме, то я думаю, что вы должны оказаться всё-таки тем, какой-то надёжной опорой, когда они почувствуют, что их не осуждают, что принимают и на деле проявить, что вот вы те руки, то сердце, которое на самом деле приходит к ним от Бога. Нужно молиться за них. И мне тоже было в сердце, вот там вы имеете, где грохочет, наверху или в целом? И наверху, да. И там есть, да, кто заливает. Но я думаю, что нужно для начала молиться о том, чтобы Господь дал им спасение, дал им чувствительность, потому что, возможно, эти люди сами не обладают собой, и они сами мучаются от того, что происходит, им не просто бодрствовать всю ночь и шуметь. Поэтому молитесь за них и призывайте Бога в их жизнь. И вторая часть — это, конечно, запрещать Лукавому, чтобы он не использовал этих людей. Но конечная цель, чтобы эти люди, возможно, кроме вас некому будет за них помолиться, чтобы они узнали Господа. Поэтому рассматривайте себя как путь для благословения. Вот это слово просто пришло, может, в конце написано. Иисус сказал, вам даю власть наступать. Аминь. Друзья, у нас, как у верующих, есть власть наступать. Аминь, аминь. Не отступать от дьявола перед обстоятельствами и болезнью, а именно наступать. Поэтому имя Иисуса написано выше всего. И написано, во имя моё будут изгонять бесов и исцелять. Поэтому, друзья, не будьте пассивными в это время, а будьте активными. Активными в том, чтобы использовать эту власть. Молиться за себя, за семьи, за неверующих. Потому что они сейчас тоже в стрессе, они тоже в панике, что будет дальше. Но написано, мы верующие, мы город на вершине горы, мы свет. И поэтому, действительно, да, у нас есть нужды. Но давайте будем сегодня ответом для мира. Принести им исцеление. Молитесь за исцеление. Даже, может, если вы, может, больны, но у вас есть власть во имя Иисуса молиться и исцелять. Может, так через это, через то, что вы помолитесь за кого-то, посейте молитву веры. И Господь коснётся вас. Поэтому будьте активными сейчас в это время. Аллилуйя! Мы благословляем драгоценные. Господь с вами, Он совершает ваше исцеление. Прямо сейчас продолжайте принимать. Будьте в поклонении. Включайте, держите включённое всегда хвалу в вашем доме. Пусть она не перестаёт. Пусть сердце ваше поёт. И пусть ваше исцеление скоро возрастёт. Потому что Бог послал своё слово. Это Христос. Это слово Священного Писания, которое в вашем сердце становится живым, непрестанно. Потому что это здоровье для вашего тела и исцеление для всей внутренности вашей и всех вокруг. Будьте благословенны. Это открытая линия телеканала ТБН. Господь любит вас и не перестаёт созидать вашу жизнь. Аминь. И чудес вам, друзья, в эти дни. Аминь.